Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня хочу вам рассказать, как очень удобно размножать клубнику, которая у нас была посажена на грядке с черным укрытым материалом, усами. Все растения у нас приживаются, очень хорошо себя чувствуют и быстро растут. Итак, вот она наша грядочка с клубникой. Первые усы, которые у нас появлялись, мы уже именно таким способом укореняли. Можете заметить, уже снизу начали пробиваться корешки, то есть растения очень хорошо растут. Если вдруг здесь будут появляться усы, это возможно, их обязательно удаляем, чтобы вот этот саженец был как можно крепче. Мы используем обычную землю с нашего участка. Также будем использовать вот такие вот емкости. Обязательно, чтобы в них были дренажные отверстия, так как если вдруг пойдет дождь, лишняя влага, она всегда уйдет из этого стаканчика и не будет застаиваться. Можно использовать такие вот. Можно использовать полулитровые, вот такие побольше емкости. Конечно, в полулитровых будет растение намного крепче. Ну, так как у нас недолго будут они находиться в этих стаканчиках расти, то, в принципе, подойдут и вот такие 250 миллилитровые контейнеры. Это у нас клубника иришка. Вообще она идет безусая, но почему-то у нас она дает очень много усов. Для укоренения мы с вами используем вот такие вот усики. Ведь уже появились зачатки корневой системы нашей будущей. Вот такие вот усики, которые еще не доросли, мы их не используем. Вот такие тоже, кстати. Вот видите, здесь пока совсем гладко и нет образования новых корешков будущей корневой системы. Поэтому используем такие вот. Там вот дальше тоже большой такой усик хороший. Ну, такие усы пригодны для укоренения. И на растение все-таки лучше оставлять 2-3 уса. Тогда они будут наиболее крепкие. Итак, берем наш контейнер, хорошо его прям так заполняем грунтом, немножко уплотняем. И наш усик также ставим в контейнер. И используем такие вот, как сказать, скобки из проволоки. Аккуратно его придавливаем к грунту. Немножко вот здесь прижимаем совсем слегка. И в принципе все. Он очень хорошо, видите, держится. Никуда он не убежит из этой емкости. Быстро у нас пойдут корешки. И в принципе, через недельки-две растение будет готово к пересадке. И что касается полива, необходимо все-таки следить за тем, чтобы вот этот ком земли совсем не пересыхал. Но так как клубнику мы поливаем, все равно следим за ней и у нас осуществляется питание от материнского растения, то наша клубничка должна быстро и хорошо укорениться и в принципе себя хорошо чувствовать. Как бы никаких нареканий по поводу этого способа я не нахожу. Все остальные вот растения тоже очень хорошо себя чувствуют и прекрасно растут. Но всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!